Помогает детям творить. Елизавета Заварина совсем скоро станет обладателем медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Приказ уже утвержден. Женщина почти 35 лет руководит Ивановским театром моды Алиса. Педагогу достоина награды за заслуги в области образования и многолетнюю работу. Я стараюсь, чтобы шло все от ребенка, чтобы он сам смог что-то придумать. И я уже координирую, так он делает или не так, чисто технологически. У меня есть ребята, которые индивидуальные конкурсы прошли, делают работы для всего коллектива. Целую, например, коллекцию разрабатывают в эскизном проекте. Потом мы ее воплощаем в материале. Коллектив Алисы – школьники. Студия была организована на базе кружка кройки и шитья при дворце детско-юношеского творчества. Сейчас это настоящий театр моды. Ученики Елизаветы Александровны – многократные победители престижных конкурсов и обладатели высоких наград. Каждая коллекция – произведение искусства. Самое главное, шутит педагог, не заставляет ребят что-то делать, лишь показывать и направлять. И только тогда получится шедевр. Театр моделист для меня очень много всего значит. Я хочу сюда с шестилетнего возраста. Здесь я провела фактически всю свою сознательную жизнь. Очень много мне здесь научилась. Карандаш я здесь впервые взяла в руки, начала рисовать. Первые эскизы здесь мои появились. Где-то с пятого класса я попала в группу, к Елизавете Александровне. И сразу меня посадили, зашли на машину и начали знакомиться всем процессом работы именно с материалом. Сейчас вместе с преподавателем девочки активно готовятся к главному модному событию лета – льняной палитре. Там они покажут три коллекции. Все исключительно идеи воспитанниц. Самая оригинальная коллекция связана со временем. Главное здесь даже не наряды. Внимание привлекают необычные головные уборы. Мы, во-первых, использовали недостаточно традиционные материалы. То есть есть, например, всякие картонные заготовки, заготовки из дерева, тоже связанные с временем, со стрелками, с часами и с разными цифрами – римскими, арабскими и тому подобное. Вот, в общем-то, мы еще взяли за основу идеи башни. На башне уже ведь тоже есть часы. Время, оно очень интересное тем, на самом деле, которое протекает, начиная с исторических времен, с каких-то эпох, и продолжая в будущем далее. В прошлом году воспитанницы театра на льняной палитре получили серебряного феникса. И сейчас даже при беглом знакомстве с моделями ясно – творчество и вдохновение здесь в каждом стишке. А это говорит о многом. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.